Сначала видим, а потом понимаем или сначала понимаем и потом видим? Мы же сначала знаем изначали, что определить какое общение у меня иẹ. Когда мы смотрим, мы сопоставляем – наше понимание с тем, что мы видим. А все-таки сначала понимаем, а потом видим или сначала видим, а потом понимаем? понимаем да понятно это кто понимает докажите что мы сначала понимаем потом видел понимание не бывает ну в принципе правильно попытаюсь лучше поточнее в смысле доказать что мы сначала понимаем что один больше другого а потом видим изначально мы видим два отрезка вот если именно на то чтобы видеть почему сначала два отрезка но мыши сразу не можем сказать который длиннее который короче а почему не может сказать короче другой длине сразу видно ожидает длиннее короче потому что нужно использовать именно понимание такое должно понимание на что если у нас есть понятие о том что такой отрезок то мы когда будем видите что-то подобие моим старой что это отрезок и если у нас есть возможность сравнений если мы знаем какой отрезок должен быть длиннее какое короче то мы тогда уже Мы, увидев эти объекты, сразу понимаем о том, что один короче, другой тринее. Получается, у нас есть какая-то база сравнения. И перед тем, когда мы видим этот объект, появляется мысль, только при том, если мы уже до этого сталкивались с этим, мы уже знаем о том, что это существует. А если мы впервые видим это, и у нас не было до этого понятия, то мы либо его не видим, либо не понимаем, что это такое. Ну вот если, например, взять человека, который не знает, как определить длиннее или короче, у него нет знаний, как определить длиннее. Нет, знания больше-меньше, да? Да, больше-меньше. То есть, он, когда посмотрит на два отрезка, предположим, у него есть понимание, знание, что такое отрезок. Он просто увидит два отрезка, он не сможет сказать, какой длиннее, какой короче. Два разных отрезка. Да. Чтобы были два, они должны быть разными. Но не сможет определить. Да. Мы вольны как бы отрешиться от понимания больше-меньше, да? Тогда наши глаза увидят просто два разных отрезка. Это самое интересное, что наши глаза увидят в результате, мы проделали в прошлый раз, в то же время. Если мы отрешимся от понимания больше-меньше, нет у нас этого смысла. Есть только смысл это и иное. Я вот вижу, что эта девушка и эта девушка, они разные. А в чем разные, я не понимаю. Одна выше, другая короче, но у меня нет смысла. Есть смысл только различия и все. Больше-меньше у меня нет. Поэтому я не могу сказать, что эта девушка на мой вкус крашен, чем эта, извините. Потому что, опять же, нет понятия больше-меньше. Я не могу сказать, что эта девушка выше. Не только крашен, но еще и выше. И этого я не могу сказать, потому что у меня нет смысла больше или меньше. Ну и так далее. Про девушек можно говорить бесконечно. Если у меня есть смысл только различия, то тогда будет две девушки. Разные, разумеется, раз и две. И два отрезка. Когда появляется смысл больше, и больше ничего я не увижу. Не увижу я, что одна темнее, а другая светлее. Они будут просто разные во всех смыслах. У одной глаза больше, у другой меньше. Ну вот, да. Только начни про девушек, когда не закончишь. Вот просто разные, все разные. Волосы просто разные, носы просто разные, глаза просто разные, рост просто разный размер. Но ни больше, ни меньше. То есть я не смогу предметно различить отрезки и девушек. Когда я возвращаюсь в себе смысл, я могу-то проделать, может, что-то проделать сами. Уберите, отрешите сейчас смысл больше и меньше. И увидите два разных отрезка и двух разных. Именно увидите. И перестанете видеть, что один больше, другой меньше. И наоборот, вы возвращаете смысл себе, да? Возвращаете себе смысл больше и меньше. Начинаете видеть, что этот отрезок не просто другой. А именно понятно, в чем его другость. В том, что он больше. И эта девушка не просто другая девушка. У нее светлее волосы, ниже рост, стремее нос и так далее. Ближе поставленные глаза. А вот другую и дальше. Это ведь тоже больше и меньше. Ближе и дальше. Тут разновидность больше и меньше. А потом, когда мы различили отрезки по длине, один длинь и другой короче, какой смысл у малогаля появляется? Вспоминайте, мы говорили в прошлом. Трудно, я понимаю, что трудно. Гикер говорит, что философия – это не трудно, это непривычно. Вот так играется своим сознанием, мы работаем с предметами, а не с сознанием. А философия работает с сознанием. Единственное науко, которое занимается не предметами, а тем, как предметы даны нашему сознанию. Нашим глазам, например, и нашему уму. У нас возникает вопрос «Почему?» 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 «Это вопрос к Богу!» «Лицовой!» «Тому, кто создал все эти отрезки!» «Почему?» «Почему это делает посветление?» «Ли че?» «Ну почему?» «Смысложительный вопрос!» «На самом деле, какой смысл появляется после больше-меньше?» «Появляется, как мы говорили с вами, появляется число вдвое, да? В полтора, в трое появляется число. Больше-меньше – это еще не число. Одна девушка, на мой вкус, вдвое краше другое. То есть число тоже применимо к чему угодно. Я вдвое богаче, чем вы. Я вдвое богаче, чем час назад. Так повезло мне. То есть к деньгам, к красоте, к длине, ко всему применимо число. Само число предметно. Ну, произнесите, нечего качать головой. Вы ведь не отказываете мне в любви, а вы запущаете на мой вопрос. Так вот давайте. Прискочить головой загадочный. Не предметно, да? Докажите. Что само борща имеется не предметно. Да? Это смысл, который не предметит сам по себе. Поэтому он применил то к чему? Хоть к красоте, а к длине. Число, я уже сам сказал, поставил вопрос, не на руку, но я его ответил. Как доказать, что смысл не предметен? Доказывается тем, что он применил к чему угодно. К богатству, красоте, длине. К чему угодно смысл применил. Если бы он был предметным, он бы был ограничен. Да? Если для меня два, это обязательно два фрукта, то он был бы применил и к яблокам, и к грушам, к апельсинам, к ананасам, но не к счастью и красоте. А раз вдвое может быть больше и богатства, и счастья, и красоты, и фруктов, то, значит, смысл не предметен. Я просто понимаю больше, меньше. Это смысл, я поскольку я понимаю. Принамо ничего себе не представляю, ни больше яблок, меньше яблок, ничего я этого не делаю. Согласны, да? Когда вы понимаете больше, меньше, вы обязательно отрежьте себе представляете? Девушек. Тоже нет. Вы просто понимаете, больше, меньше. А смотрите, если я включил смысл больше-меньше и при этом для удобства, что ли, для ясности для самого себя представил все-таки отрезки. Это означает, что мое представление предметно? Нет, это ассоциация с человеком. Очень хорошее слово. Я прекрасно при этом понимаю, что отрезки – это всего лишь пример, больше и меньше. Да? Я прекрасно понимаю, что отрезки – это пример, больше и меньше. А смысл отличный от отрезков. Смысл я могу вынуть от отрезков и представить, чем у него другого. Опять же, самое важное и самое интересное в том, что когда появляются понятия числа, я начинаю видеть, что этот отрезок вдвоем длине этого. То, чего я не видел. Я просто видел, что больше. Но не видел, что вдвое. А теперь я вижу, что вдвое. То есть по времени я одновременно понимаю и вижу. Понимаю и вижу. Но по смыслу, логически, я сначала понимаю, потому что без понимания я не вижу. Буду смотреть, 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 смотреть на эти отрезки. И так и не увижу, что один вдвое больше, чем другой. А когда наступает понимание, одновременно наступает восприятие того, видение того, что один отрезок больше, то два отрезок меньше. Какими смыслами задается время? Это пространство в отрезке, да? Какими смыслами задается время? Все забыли. Изменения чего? Изменения. Хорошо, мы говорили. Изменения. Ну, собственно, это тождество на времени. Это же не смысл, который задает время, а это синоним времени, изменения. Если бы не было изменения, не было бы и времени. Время есть изменения, изменения есть время. А какими смыслами задается изменение, осеречь время? Вы же говорили сами в прошлый раз. Какие дети будут быть? Ну, потому что трудно. В прошлый раз я все объяснял, а сегодня я спрашиваю. Время. Какими смыслами задается? Пространство. Это что? Лево-право, да? Верх-вниз. Да? Это пространство. А время? Вперед-назад. Вперед. Да, вот назад время трудно. Время-назад это тяжело. Ну, хорошо, вперед. Я никогда не думал, что... Наверное, да, получается, задается, что нужно вперед. Без-назад. Когда же особенное время, оно необратимо. Ну, вы бы, наверное, видите, в отношении. Еще. Чтобы появилось время, какие смыслы нужны? Какие слова, если угодно? Было-стало. Отлично. Было-стало. Прошлое, настоящее, будущее. Ну, классически это прошлое, настоящее и будущее. А можно и разыграть, как вы хорошо разыграли. Было-стало. Произошло. Тоже хороший смысл, да? Пространство не происходит. Пространство есть. Происходит, видимо, во времени. Получите смысл, просто настоящее и будущее. Было-стало, произошло, изменилось. Все эти смыслы это дает время. Опять же, если у вас нет смысла было-стало, то вы не поймете, что происходит, что-то происходит в мире. Для вас это будет просто другое событие. Событие А, событие Б. А вот другую. А не то же самое, что Б. Но то, что сначала А, а потом Б, значит, уже сначала понимать правление. Значит, вы просто, опять-таки, не увидите, что происходит во времени. Просто будет другое, два события. Вот события, вот события. Они второго. Как вы думаете, у животных есть чувство времени? Да. Может, это? У нас ученица не заняты на вопрос. Может быть, у животного вопроса было-стало. Ой, одно-другое. Берега было-стало. А может, и есть? Это трудно прозвать. Я думаю, трудно придумать опыт, который бы доказал, что у животных либо есть, либо нет. Внимание и времени. Потому что для жизни вообще достаточно различать события. Вот за этим событием последует еда, а за этим событием последует палка. В первом случае, животные же не познают мир, а живут. То есть, может быть, для жизни достаточно просто различать события. События А, события Б. А понимая, что на пространстве любого времени может быть, для жизни и не надо. Об этом стоит подумать. Первоначально что перед разумом предстоит разум? Что сначала? Первоначально. мир или хаос? Хаос. А что такое хаос? Самый дурацкий вопрос. Чемпион по глупости. Что такое хаос? Да? Чемпион по глупости вопросам? Говорят, один дурак может задать больше вопросов, чем 40 мм. Трицу. Вот этот вопрос самый дурацкий. Почему? Что такое хаос, если все-таки поставить этот чемпионский вопрос? Хаоса нету. Какого-то представления? Хаос может в разных явлениях проявляться. Может быть, это своего рода не суждено. Если это так соответствует, конечно, вопрос, может, своего рода отсутствие определенного порядка. Отсутствие очень хорошо в разных равных на отсутствие определенного порядка. То есть как раз отсутствие что? Почему? Дурацкий вопрос, что такое хаос? Отсутствие что? А скажите, хаос это не что? Отсутствие что означает не что или нет? столь же ничто скулит все. Очень правильно. Столь же ничто кулит что и все. Почему? Потому что в хаосе все существует возможность. Греческие философы, я говорил, придумывают такую метафору перемешанно. Все перемешано, все смешано. А что в хаосе присутствует с возможностью? Что все? Что все? Как мы говорили с вами? Все качества. Да? Или на философском языке правильнее говорить все сущности. То есть все цвета, запахи, вкусы, звуки. Все это в хаосе находится в бесформенном смешении. Так что нельзя отличить один звук от другого, один цвет от другого, один запах от другого, один звук от другого. Согласны, что хаос это именно это? Интуитивно. Потому что хаос это не ничто. Ничто это просто чистое отсутствие. Когда мы говорим слово хаос, мы не подразумеваем ничто. Никаким образом. Даже интуитивно. Даже без философии. Хаос это не ничто, а тогда что? Вы правильно говорите все. Все в смысле все сущности, все качества. Абсолютно неокричимые один по другому. Что нужно, чтобы из хаоса вычленить сущности? Что нужно, чтобы из хаоса вычленить сущности? А как его вычленить все находит на смешении? Абсолютно неотречимое другого качества. Что нужно сделать? Внести туда смысл. Внести смысл. Внести смысл. Хотя бы смысл разный. И мы начинаем то же самое движение. Сначала просто разное, потом определенно разное. внести смыслы пространственные. А пространственный смысл это что? Самый простой пространственный смысл? А? Правая левая. Правая левая или просто линия? Просто линия. Которая отделяет правая левая от правого. поставить из которой вырастает все что угодно сложные пространственные формы. Правильно? в хаосе есть линия? Нет, конечно. Поэтому мы должны этот смысл нести в хаос. Что можно было стечить что справа что слева. Из линии мы выстраиваем фигуры бесконечные. Получается сложный пространственный мир. и действительно разные цвета, разные звуки, разные запахи. Итак, формы или смыслы как движутся к простому сложному? Сначала пространство как угодно. Потом время было стало произошло. Затем были сложные смыслы больше меньше. в пространстве больше меньше это что? В пространстве больше меньше это что? может быть и цифра я просто поставил. Я хотел услышать ответ дальше ближе. Самое первое в пространстве больше меньше дальше ближе. А во времени больше меньше? Раньше позже. Конечно. Тоже дурацкий вопрос, он в данном случае слишком простой. В пространстве это дальше ближе, во времени раньше позже. Или дольше противоположное как? Дольше не не быстрее не быстрее дольше скорее да? Какое слово против гонзу дольше? Наверное скорее больше не не точно что есть более точное противоположное дольше раньше позже дольше быстрее как-то так после больше и меньше что у нас идет? Как вы сказали? Длиннее короче потом что идет? Потом идет число пишите забудите у меня на экзамен кто мне будет сдавать? Зачеркни экзамен но все равно пространство время больше меньше в варианте пространства и в варианте времени потом число насколько больше меньше больше будет человеческий разум обживает мир мир который был сначала просто хаосом мир который сначала был просто хаосом получает вид это философский идеализм я говорил это философский идеализм вы знаете прекрасно что есть материализм и идеализм философии философии а в школе есть что-нибудь наподобие философии то есть вы знаете что есть материализм и идеализм да в принципе иногда в общество знаний и социологии касается это ну вот самое простое знание философии материализм идеализм в чем разница идеализм предполагает что есть мир что нам предстоит мир имеющий вид у которого мы учимся вот я вижу где я большое а другое маленькое я у природы научился что бывает большое и малое а у идеализма все наоборот пока у меня не появился смысл большой и малый я не увижу что одно дерево выше другого в идеализме мы творим мир как руками знаете художник вы художники в определенном смысле и вам должно быть это близко именно идеализм близок то есть я как бы творил мир пока у меня нет смысла больше и меньше я не вижу еще раз подчеркиваю не вижу что один дрезок больше другого что одна девушка краше другое а дерево выше другого дерева не вижу передо мной хаос или очень простой устроен когда появляется смысл я начинаю видеть баат дерево это же больше дерева это меньше дерева и не просто разное одно выше а другое выше поэтому я понимаю насколько что в пять раз это дерево выше этого мир все определеннее и определеннее это понятно задавайте вопросы что-то непонятно задавайте вопросы можно еще раз материализм в материализме мы учимся у природы мы как говорят материалисты там юла разы чистая доска я вот увидел что в природе есть высокие низкие деревья и понял от природы научился то есть сначала вижу потом понимаю вся разница вот эти опять же два отрезка материалист скажет что я вижу что один больше другого и от этого у меня появляется смысл сначала вижу а идея скажет что если у тебя нет смысла ты не увидишь ни за что если возможно что эти направления они могут пересечься друг с другом это просто хороший вопрос мы изучим это подольше и можно будет поступиться к этому вопросу я просто показываю только в идеализме я материализм привел как противоположный взгляд надо сказать что материализм это здравый смысл останови человека на улице или вас останови до того счастья что познакомились с философией до того счастливого момента вас спроси откуда вы знаете что это дерево больше другого вы скажете так видно разве нет а так скажете будет человек на улицу он не ходит это все материалисты ходят про улицу они убеждены что видно что это дерево выше это ниже как еще можно узнать идеализм создают что не видно пока нет смысла в идеализме человек творит мир из Хаоса не из ничего из ничего только Бог творит человек творит из Хаоса человек не из ничего творит из Хаоса потому что если мы просто различаем это один отрезок это это очень бедно это почти Хаос просто разные вещи. Вот вещи разные, вот вещи разные, вот вещи разные. Громе того, что они разные, я ничего не знаю. Это почти хаос. Настолько бедный мир. Чем девушка от девушки отличается, чем девушка от ствола отличается, чем стул от отрезка отличается, я не знаю, я просто знаю, что есть разные вещи, всё, что я знаю. Это очень бедно, это почти хаос Прямо за этим стоит хаос Если я вообще не буду различать, то будет хаос Если у меня не будет смысла пространства и времени Опять же будет хаос, будет просто разная вещь Одни располагают в пространстве Другой располагают во времени И возникает совершенно живой, определенный, осмысленный мир Я говорю сначала А, Б в пространстве, а потом говорю А, Б во времени А если не будет деления пространства и времени, то будет просто А и Б, понимаете, да? Будут просто А и Б Просто разные А не то же самое, что Б, и слава Богу Но, может быть, различие в пространстве А слева, Б справа А может быть, различие во времени Сначала А, а потом, после Б Это не право, а лево Это совсем другое Это совсем другое Было А, а стало Б То есть, от почти хаоса, когда есть просто А и Б, я перехожу к пространственному и временному миру Я выстраиваю сложнейшую геометрию Сложное движение во времени Например, придет становится больше и больше Если нет смысла больше, опять же, просто вижу, что где-то меняется Меняется и все, больше я не понимаю Он был такой, стал такой Потому что жива там Он просто меняется, он становится все больше Богаче, счастливее, длиннее Дерево было такое, стало такое, что изменилось? Что там? Изменилось, конечно, но что? Бата, дерево стало просто будешь Дерево выросло, а не просто изменилось О том, насколько выросло Сейчас я покажу по кругу, чтобы поняли и приняли Я приводил вам старика, например Мудрого старика, который в горах там где-то пасет овец Ну, его не учили числу И он не видит, что коров стало на 3 Кого он там пасет овец? Коров или коз? Коров стало на 3 меньше Он понимает, что меньше Было 10, его отвлекли, умыкнули 3 животных И он вернулся и пошел искать А что ты ищешь? А вот стало меньше коров А на сколько и меньше? Не знаю Две нашел, все еще беспокоится Он видит, что меньше Но опять же нашел третью Стало столько, сколько было Это он прекрасно понимает Он ни одну корову не упустит Он прекрасный пастух, но считать не умеет Его мир иной Скажется, естественно, я просто вижу, что их 10 Вот их 10 Ну, правда это У тебя нет понятия числа, не видишь, что их 10 Видишь только столько, сколько было А теперь меньше, а теперь больше Все Сознание остановилось в этой точке У этого человека, у этого старика Совершенно разумного, разумеется Мудрого человека Сознание остановилось на определенные точки И он не видит, что коров две Или он не видит, что коров одна Вот смотрите, стол желтый, да? Твердый Ну, какой там еще? Много свойств, правда Я чувствую, да? Вижу глазами, что он желтый Рукой, что он твердый Ну и так далее Гладкий Стол, многому что было свойств Скажите, а я вижу, что стол один Или я только понимаю, что стол один Понимаете Ну за меня-то что вы говорите? За себя вы говорите Такая Замечательная непосредственность Я понимаю, да, вы понимаете Но Все согласны, да? Можно ущупать, что стол твердый Гладкий Увидеть, что он желтый Но нельзя ущупать, что он один Согласны? Поэтому Пифагор говорит Единица божественная Единица позволяет делить предметы Делить мир на предметы Стол один, человек один Именно единица божественная Это первое число, первый смысл Который позволяет делить мир на вещи Мир на предметы Единица божественная Единица божественная Поскольку позволяет делить мир на предметы Итак, если коротко говорить То первый смысл Который мы вносим в мир Это пространство Время и число Если коротко Если коротко То пространство Время и число Единица божественная Делит мир на предметы А остальные числа Позволяет сравнивать их По количеству Два яблока, три яблока Но самым таким главным событием Является одно яблоко Затем наступает время Время логики Время логики То есть логических категорий Какие это? Какие это? Какие это категории? Как у нас устроен мир? Это категория какая? Категория причин Да Категория причин Категория причин То есть одно вытекает из другого А ведь не обязательно же вытекать, правда? Может просто Что говорить на время? Время говорит, что сначала одно, потом другое А потом Это всегда следствие Другого? Или не всегда? Не всегда Конечно не всегда Конечно не всегда Петух закукарегал, зашло солнце Что петух? Причина солнца Сначала петух всегда Спокон вверху Точно знаем, что сначала петух, потом солнце Но это не означает, что петух вызвал солнце Поэтому Утверждение причины Это более сильное утверждение Чем утверждение Последовательности То есть понимаете Мы можем жить в мире, где есть просто Последовательности Как старик живет в мире, где есть больше и меньше, но не числа И прекрасно себе живет Мы можем жить в мире, где есть только последовательности во времени А можем жить в мире, где кроме последовательности есть еще кое-что Куда более сильное А именно Причина И следствие Это уже другой мир Согласитесь Это уже другой мир Когда мы ограничиваемся Останавливаемся на Утверждение Сначала одно, потом другое Или когда мы доискиваемся причин Не просто сначала а, потом б, а причина б В одном случае причина, а в другом нет Причина Причина раньше средствия Правда? По определению Причина раньше средствия Причина 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 Всегда А раньше средствия Причина Причина А знаете, есть древние народы, что-то все древние народы Которые не знали понятия причин Знаете, почему? Потому что у всех древних народов вся природа одушевлена А вся То есть о человечем А человек живет не причинами, а целями Если я подошел к вам, то не потому что меня к вам ветер прибил Тогда это была бы причина Я подошел к вам, чтобы поздороваться Имея цель занять деньги То есть человеческое поведение насквозь цели Цель сообразным Мы с вами не подчиняемся причинам Только когда мы подчиняемся причинам, мы не предстаем быть людьми Мы подчиняемся цели А чем цель отличается от причины? Подумайте сами Цель это подходит конечный ток Это даже уже следствие А причина это что-то до Цель это что-то конкретное Цель это что-то конкретное Цель это что-то конкретное Они даже в принципе, вот если человек сам задает себе вопрос при причине и последствия Может быть тут сейчас тоже ко мне очень скажу, но они различаются по сути своей То есть причина это вот как раз почему что-то происходит А цель зачем? А цель что именно? Что движет Ага Вот как Мне кажется, что наоборот причина как раз движет человеку на какую-то цель Сначала причина, а потом уже появляется цель, которую ты из-за этой причины пытаешься достигнуть А может быть цель без причины? Ну Что ничего в принципе то и не было такого, что предшествует цель То есть изначально была цель Она считала без причины Она просто существует сама по себе цель Я понимаю, что вы хотите сказать Вы хотите сказать, что причина когда толкает свое следствие Да? Да Она сама меняется Один шарик наказывается на другой, заставляет другой двигаться, а сам останавливается То есть причина сама меняется, когда толкает следствие А цель остается неизменной Если я хочу построить дом, у меня в голове этот дом Он все время стоит, пока не построено Он не меняется Да, это что-то будет особо Поэтому, кстати говоря, цель это такая причина, которая при этом не меняется Неизменная причина Можно Может быть Не знаю, я могу ошибаться, что она может быть не совсем осознанной причиной А цель это всегда подразумевает то, что... Человеку сначала видят причины, потом причина превращается в цель Я бы чуть-чуть иначе сказал Я бы сказал, что... Для человека всякая причина принимает сразу форму цели Например, меня движет голод Это можно считать причиной Меня там засосало под ложечкой, там, желудочный сок там Разъедает желудок Это причина Но здесь человек сразу принимает форму... Потому что он человек Принимает форму цель Я... Что-то как причину я не осознаю Сразу осознаю как цель Надо найти пищу Я действую, потому что у меня цель найти пищу Поэтому в человеческом сознании причина сразу принимает вид цели Человек служит целям, а не подчиняется причине А может быть еще такое, что цель, она материальна, а причина, она может быть нематериальна? Совершенно справедливо Причина всегда А цель всегда Потому что цель это причинение из будущего Цель это то, чего нет Причина всегда есть, она из прошлого, она предшествует А цель всегда из будущего Я ищу пищу, потому что у меня ее нет Иначе бы я ее не искал Цель всегда идеальна А причина всегда материальна Совершенно справедливо Цель это всегда идея Идея построить дом Идея создать статую Зевса Она удерживается Она удерживается, как идея, пока не получает реального воплощения Но тогда она перестает быть целью Ибо достигнутая она уже не цель Поэтому цель всегда идеальна, абсолютно права Ну то есть там получается, что цель сама собой подразумевает всегда в достижении окончания А причина она вот не имеет в принципе особого конца, если только она не ведет к цели Умница Причина по определению бесконечна Если один шарик двинул другой шарик Почему? То потому что вот голоден А почему голоден? А потому что желудочный сок То есть я не удовлетворен Я никогда не удовлетворен На пути почему Я никогда не удовлетворен Это окончательно Совершенно правильно А вот можно тогда еще Наводящий вопрос вот из этого всего Сходящий точнее спросить Вот если например мы назвали вот так Что цель это идея То есть получается, что Если например Если говорить про человека Человек вследствие причины Вывел в себе определенную идею, которую он хочет достичь То есть если эта идея не достигнута То получается и не существует Само по себе Потому что она не будет держаться целью Ну как раз и значит не может называться идеей Если мы называли Что цель это идея Если она не достигнута или недостижима? Если она не достигнута То есть если например Человек сначала поставил себе цель То бишь идею Вот у него появилась идея и он хочет ее достигнуть Но не то что она Если она из ряда очень далекого будущего Вот она существима Но он просто этого не сделал То она перестает быть этой целью? Я не понимаю что это я не сделал Ну он не достиг Вот например человек хотел есть Вот у него была причина То что появился голод И появилась цель что он хочет поесть Но он так например и не дошел Так в этом уровне до столовой Он не осуществил эту цель Он бросил что ли? Нет он просто Он просто например Предположим что его отвлекло И так далее Да цель может поменяться Почему же конечно На данный момент это Одна цель перебила другую цель А вот если мы назвали цель идеи То как так быть? То есть у него была идея поесть Навязчиво быть побольше Но он так и не существует Как в этом случае назвать Надо назвать его неудачником А теперь представьте себе Сознание Которое было у человека Тысячу лет назад У любого человека Которое олицетворяет Очеловечивает Весь мир Когда для этого сознания У нас в районе почему Почему гнутся деревья? Потому что дует ветер Почему летят облака по него? Потому что дует ветер А для этого сознания нет почему? Потому что они же одушевленные Они же облака Они же люди И они живут только целями Поэтому я не спрашиваю Почему плывут облака? Я спрашиваю Зачем они плывут? Какова их цель? А может их цель спасти? А может их цель погубить? Может быть, полить? А может быть, залить? Выразить гнев богов? Они сами боги, впрочем Их собственный гнев выразить Облака – это боги, ветер – это боги, солнце – это боги, Аполлон – это солнце, сначала, потом уже искусство. Зевс – это молния, а потом уже власть. Для такого сознания не существует причины. Оно объясняет, и мир объясняет. Разве не объясняет? Мы же человека объясняем через цели. Если молния – это звездок, она тоже следует целям. Она освепиляет или освещает. То есть, от того гневается молния или сострадает человеку. То есть, происходит объяснение из будущего исключительно, из идеи, а не из прошлого, не из причины. И это реальное человеческое сознание. Оно нам с вами странное, потому что у нас другое сознание. Но, на самом деле, это реальное человеческое сознание. Которое объясняет мир иначе, нежели мы. Что это означает? Это означает, что мир зависит от нашего сознания. И сознание зависит от мира, а мир зависит от нашего сознания. Есть такое сознание, которое вообще не знает, что такое причина. Вся природа одушевлена. И, тем не менее, это сознание. Никто же говорит, что это не сознание. Никто не говорит, что это недосознание. Какое-то неполноценное сознание. Это что глупости, разумеется. Совершенно нормальное сознание, но другое. Мы ставим вопрос, почему? Сам смысл понимания – другое. Для нас понять – значит найти причину. О природе говорить. Иначе мы не понимаем, не наступает такое замечательное состояние понимания. Вот я понял, я смотрю и не понимаю. Вот теперь наконец понял. Что это значит? Иначе нашел причину. Я как-то иду по полю, знаете, такое русское поле, воспетое многократно. И у меня прямо за спиной шаги такие. А что это я говорю – шаги? Прямо за мной изуследов. Ну, уловные, до горизонта вообще стороны. Я, тем не менее, обернулся, потому что недавно оборачивался. До горизонта никого нет. Вообще ни души. Я один в целом мире. По весне травка вот такая. Ну что, ровная как стол. За спиной шаги. Я оборачиваюсь, шаги замирают. Я на всех встречаю, а снова пошел, снова шаги. Такие довольно грузные, чертливые шаги. Топ-топ. Я понимаю, что до губа опять оборачивался. Наступает паника. То есть события есть, причины нет. Сегодня я перестал понимать, что происходит. Сейчас ужас наступает. Я не верю, что я сошел с ума. Хотя, может быть, это просто. Маленькие сомнения были. Но на шаге в этом сомнении нет. Но я не понимаю. Оказалось, за мной в стране шел в ножик. Он такой тяжелый. Топ-пум-пум-пум-пум. Я иду он за мной. Я останавливаюсь, он остановился. Я иду он с такой трафикой. Не видно нифига его. Чуть меня вообще не видно. А я долгое время жил один, совсем один. Две или три недели, вообще без людей. Я думаю, ну все, я иду от ровно. Мы же говорили, что этого не надо делать. На вторую дверь уже топает это. Пришли. Я к тому, что мы не можем без причин, на самом деле. Мы не можем без понимания. А понимание для нас – это причина. Что касается нечеловека. А почему мы не можем без понимания? Ну не знаю, я не смог. Знаете, попробуйте. Наверное, потому что у нас разум, и в хаосе жить мы не можем. Греческие боги страшатся хаоса, действительно страшатся. Они больше ничего не боятся. Что боятся бога? Но хаосы – они страшатся. Это противоположность. Отсутствие причин – это шаг к хаосу. Это еще не полный хаос. Это шаг к тому, что просто события, события бы и все. Это уже прямой шаг к хаосу. Чего боги страшатся. Единственное, чего боги страшатся. И мы вслед за богами. А вот если хаос – это материя, правильно? Философски правильно, да. А почему греки противопоставляют? Материю и форму. Ну конечно. Форма же и материя. Материя – то же самое, что хаос. А почему противопоставляют? Да. Потому что они противны друг другу. Форма – это материя, это отсутствие формы. Материя – это или хаос – это отсутствие формы. Там все есть, но бесформенно. И поэтому… А боги – это чистые смыслы, чистые формы. Конечно, они страшатся хаосом. Они не противопоставляют. Они показывают… Я понял, конечно, ваш вопрос. Они показывают, что мир – это соединение. Хаос и смысл. Материя и форма. Нет противопоставления. Просто мир, конкретная вещь, два яблока, два стола – это соединение смысла двух, которые не предметены. И яблок, которые совершенно предметные. Кислые они, красные, круглые. Круглые – это уже протоколы. Кислые и зеленые. Ну, а с помощью двух мы получаем два. То есть мир – вещь – это сочетание хаоса и смысл. Материя и форма. Нет противопоставления. Не ответил? Ну, наверное, я не ответил. Ну, можно вернуться всегда. Если я промазал, вы можете всегда переформулировать как-то. Как-то вопрос. Так вот, говоря о причине, мы сразу сталкиваемся с фактом. Человек может объяснять мир из прошлого, причинно, или из будущего, целесообразно. Это будет два разных сознания и два разных мира. Мир, следствие, сознание. Мир, следствие, сознание. Кроме… Таким образом, первая логическая категория – категория причины и следствия. А вторая логическая категория – это цель и средства. Цель молнии – выразить гнев, средство – уничтожение дерева, или дома, или человека. Мир, молнии. Причина, следствие. Причина, следствие. Они всегда парные категория. Можно просто сказать, первая категория – причина. Ну, правильнее говорить – пару находить. Причина, следствие. Вторая логическая категория – это цель, следствие. Они находятся в некотором соотношении. Потому что это два способа определения. два способа упорядочить одно вытекает из другого одно дело, когда средство вытекает из причины а другое дело, когда что-то вытекает из средств и являются, естественно, средства чтобы дойти до столовой, у меня есть средства многие которые идут и руки, которые идут а еще рот какие еще категории существуют которые создают мир целая часть правда? правда? целая часть есть просто мир, а мир может быть построен из целых и частей это совсем другая категория это не причина, не цель это целая и часть теперь вещь и свойства ну и много-много еще других категорий об этом мы будем говорить и нам важно доказать, что этими категориями мир создается они категории берутся из мира не категории берутся из мира а мир создается из них вот я смотрю на серый свитер серого цвета свитер это вещь а серый цвет это свойства не продали а теперь скажите если только глазами смотреть видно различие на вещь и свойства отличается вещь от свойства глазами свитер не отличается от своего цвета поэтому маленький ребенок у которого нет еще деления на вещь и свойства ему перекрасить свитер это будет что? другой свитер если его перекрасить у него нет понимания глазки у него в порядке он на мир смотрит открытыми глазами но он не понимает что мир можно разделить на вещи и свойства а в самом мире этого деления нет можно и в самом деле думать что если я перекрасил свитер в цвет другой свитер такое описание мира возможно когда с изменением свойств меняется вещь а значит он не делит на вещь и на свойства если свойство изменилось изменилась вещь это означает только одно что мы не делим мир на вещь и на свойства понятно это? я буду каждый утро просыпаться с новой женщиной представляете какой мир прекрасный только потому что она перекрасила волосы зачем женщиной красить волосы? чтобы стать другой женщиной вообще говоря высшая цель ведь это все-таки стать другой женщиной перекрасившейся так дайте женщине эту возможность зачем это скука что та же самая женщина только перекрасивает пусть это будет новая женщина такое описание возможно но у нас нам с вами дало другое описание вещь свойство поэтому когда свойство изменилось вещь осталась прежней свойство еще раз изменилось а вещь осталась прежней это наш способ понимания мира получается человек не может измениться? может, но он останется тем же человеком ну, вот есть пример Антон, который жил в России он ехал в Америку поменял полностью окружение поменял ну, создал новую семью и практически стер из памяти все свое прошлое он постарался это сделать получается, что этот Антон как был русским Антоном так и остался он же все-таки изменился полностью поменял свое сознание его усмышления новый язык, новые люди даже внешность, может быть, изменила он полностью поменял себя сам он так и останется этим Антоном он же другой же человек по сути но мы-то как это понимаем? вот ребенок понял бы так маленький ребенок который еще не знает различные навеществы понял бы так это другой дядя а мы с вами скажем Антон, ну как же ты изменился потому что наш способ вписания мира предполагает вещь и свойства поэтому сколько бы свойств не менялось если я понимаю, что очень изменился этот Антон я понимаю только это что Антон очень изменился а не стал просто другим Петром а маленький мальчик легко поддастся на эту штуку вот даже мать родную может перепутать и насильно поменяется но мать, пожалуй, нет мать, пожалуй, унюхает как-нибудь матери очень постарается, чтобы ребенок ее не узнал и про все эти категории, которые я упомянул будем говорить в следующий раз все на сегодня спасибо 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 Продолжение следует...